Экономика и финансы. Здравствуйте. Как меняются ставки по вкладам в рублях и в валюте в крупнейших банках страны? Напомню, после того, как Центробанк поднял ключевую ставку с 9,5% до 20%, сразу банки также увеличили ставки по депозитам, но через некоторое время их уменьшили. Незначительно, но уменьшили. На сей момент пятерка рублевых вкладов с самой высокой ставкой на срок 3 месяца, берем только это, выглядит так. Так, максимальная ставка в Совкомбанке 23%, на втором месте ставка 21,37 годовых ВТБ, затем ставка в 21% сразу в нескольких банках, это Сбербанк, Открытие, Россельхозбанк. Максимальная ставка в Газпромбанке 20,44 и замыкает пятерку Тиньковбанк со ставкой 19,56. Ставки депозитов такой индикатор инфляции. В прошлом году при официальном уровне инфляции 8,4 итоговой банки предоставляли по коротким вкладам в ставки около 4% годовых. Среди вкладов в долларах и евро самые высокие ставки предлагают три банка. Срок, напомню, берем самый короткий на три месяца. Максимальная ставка в Московском кредитном банке, далее Россельхозбанк и Рафайзенбанк. Напомню, что открыть валютный счет гражданин России может, снять наличную валюту не может, только со вклада открытого до 9 марта этого года. Если вдруг вы едете за границу и вам нужна валюта, вы все равно не можете ее снять. Ограничения действуют до 9 сентября этого года. Но, разъясняет Центробанк, вы можете расплачиваться картой МИР. Она принимается в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Южной Осетии и Абхазии. Там можно снять с карты наличные в местной валюте. Ну и юань или жеменьби. Его курс тоже меняется. В январе 11,5 рублей, в начале марта 21 рубль. Сегодня порядка 17 рублей за 1 юань. Минимальный вклад в этой валюте можно сделать в Алмаз-Эргренбанк от 100 юаней под 1,25% годовых. Вклад от 700 юаней можно открыть в АТБ под ставку 1,4%. Лучшая ставка в АТБ 2,01%. Сумма от 500 юаней. Купить наличные нельзя, как я уже говорила, даже юани до 9 сентября этого года. Следим за новостями.